Наталья За это время успевает ношить десятки полотенец на целую группу детсадовцев То, что ее работа приносит пользу, настоящая радость для женщины Правда, есть опасения, что вскоре предприятие может обанкротиться Наталья не знает, что же будет делать, если их попросят освободить помещение Сидение вот этого дома, это страшно Потому что кто на работу-то, она же никто никуда не возьмет Кому не нужно Никаких даже, даже он полы-то падешь, никто не берет А здесь, ну, все равно у нас, мы боимся потерять эту работу Вот все вот, что мы здесь, вот коллектив у нас очень дружный И у нас постоянно тоже проходят всякие вечера И как бы, ну, дружненько так Даже личное там что-то где-то, мы все равно все обсуждаем, как бы морально поддерживаем друг друга Всего в общественной организации «Оптимист» состоит 108 человек В основном инвалиды по слуху и зрению 30 из них работают в цеху Есть и люди с ДЦП, они тоже трудятся Но в основном делают бумажные пакеты Которые позже перепродают другим организациям Если раньше в вопросах налогообложения инвалидам причитались льготы То с 2002 года все изменилось Налоговый кодекс поменял отношения к людям с ограниченными возможностями Льготы убрали По словам работников, налоговая инспекция замучила их с проверками Пытаясь как-то выкарабкаться, люди работали и делали, что могли Только бы вновь не оказаться в четырех стенах Но за это время накопился большой для организации долг – почти 300 тысяч рублей После судебных тяжб сумма долга уменьшилась до 100 тысяч Но это все равно очень много Ведь выгода от продаж минимальная Ее еле хватает на оплату коммунальных услуг и зарплату инвалидам Которая, кстати, не превышает двух тысяч рублей Виктор Тепляков, руководитель общественной организации, тоже инвалид Мужчина уже многие годы ничего не видит Но он в состоянии изучить налоговый кодекс В 149-й статье он нашел некие поблажки для инвалидов Но о них никто не хочет слышать Все это как снежный ком росло-росло И вот выросла определенную сумму Но кроме этого, когда нас налоговая проводила камеральную проверку По общественной организации Они сказали, что мы не имеем права на льготу по налогу на добавленную стоимость Сейчас Виктор Тепляков вместе со своими единомышленниками пытается найти юриста Который мог бы отстаивать их интересы в суде И опускать руки никто не намерен Мужчина уверен, он сделает все, что в его силах Но не даст закрыть место, которое дает инвалидам надежду на будущее Сейчас эти люди стараются не думать о закрытии Они также работают, также смеются и разговаривают Но бороться будут до конца Потому они оптимисты Илона Жукова, Сергей Мажитов, телекомпания «Анкурат» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова